Раиса Фёдоровна признаётся, времени читать произведения сына раньше не было. И только после его загадочной смерти в 2006 году взяла в руки поэму «Русский крест». Вспоминает, что несколько месяцев сын жил в монастыре в Оптиной пустыне. Писал сценарий к фильму и даже собирался сыграть в нём главную роль. Так случилось, что не на экране, а в жизни Николай повторил судьбу своего героя. Сбывается и второе пророчество. В селе приступили к восстановлению храма. Это же вот заботился детёнок. Писал для того, чтобы построить храм. Что вы думаете, это разве что? Кому бы то оно надо было? Кому? Никому. Он же заботится про своих людей, про своих земляков. Сегодня те, кто стал прообразом его героев, собрались на могиле известного земляка. Здесь прошла панихида. Его талант, говорят, заметили ещё в детстве. Сочинял стихи и пел песни про всё, что попадалось на глаза. Но так, чтобы ГИТИС, поначалу считали всё дурачеством. Теперь, пожалуй, в селе не найти никого, кто бы не читал произведений Николая Мельникова. Сюжет последней поэмы «Русский крест» решили своими силами притворить в жизнь. Хочется, чтобы был свой, родной у себя дома. Чтобы здесь можно спокойно вышел, пришёл, прочистился, побыл в церкви. Что удивительно, говорят старожилы, молодёжь первой вызвалась расчищать развалины. И даже невыносимая жара им не помеха. Уже третий день подряд ребята под чутким руководством взрослых откапывают фундамент и очищают его от мусора. Сколько было куполов, известно? Сколько было? Сколько нарисовано. Даже нарисовано, да? Чтобы воссоздать облик храма и разработать проект его восстановления, в село Лысый специально приехал архитектор епархии. Кто-то из местных жителей сообщает, что, мол, даже сохранилась картинка прежней постройки. Сестра погибшего поэта Валентина просмотрела все архивные документы. То, отчего сейчас остался один цоколь, в 1842 году именовалось храмом Пресвятой Богородицы. В село съезжались верующие из окрестных деревень вплоть до 1917 года. В советские времена святыня не избежала участи других оплотов веры. Сняли крест. И за ночь наши местные жители, в том числе и кто-то из моих родственников, возможно, дядя, как мне рассказывали, вот они за ночь соорудили крест и подняли на церковь его вновь. То есть люди уже на следующий день, когда шли мимо церкви, крест опять стоял. И сейчас здесь стоит крест, поклонный. На этом месте, верят селяне, вскоре вырастет новый храм. И не нужно будет ходить с иконами по домам. Именно так здесь отмечали православные праздники прежде. Как скоро это произойдет, отвечают словами на всё воля Божья. Молюсь, как священник, как ответственный за эти регионы, благочинный, чтобы храмы восстанавливались, храмы освящались, жили, действовали. Как только своды храма услышат первую молитву, а его купол обретет новый крест, вот только тогда, говорят жители села Лысый. Поэма Мельникова о возрождении на Руси веры в Бога будет закончена. Елена Почкарёва, Дмитрий Комаров. События. Село Лысый. Злынковский район.